В миллионах километров от нашей планеты, под тусклым светом далекого солнца, среди безмолвных равнин, покрытых ржаво-красной пылью, неспешно движется Curiosity. Марсоход, которому уже давно пора бы на пенсию, но машины не стареют так, как люди. У них нет морщин, нет усталых глаз, кроме Вали, но у них изнашиваются колеса, теряют мощность источники питания, а механизмы иногда заедают в самые неподходящие моменты. Все это с Curiosity уже случалось, но он продолжает идти, колесо за колесом, метр за метром и за дня в день, уже больше 12 земных лет. И каждый его шаг, это шаг в прошлое Марса, в ту эпоху, когда Красная планета была совсем не похожа на нынешнюю безжизненную пустыню. Еще совсем недавно марсоход находился в долине Гедис-Валис, древнем канале, прорезанном миллиарды лет назад потоками борной воды. Здесь он двигался к очередной точке научного интереса, методично исследуя слоистые породы, которые могут рассказать о поздних периодах климатической истории планеты. Именно здесь произошло то, что никто не планировал. Curiosity своим огромным корпусом наехал на камень. Это обычный момент в марсианской рутине, но звук, переданный вибрацией в конструкции, был чуть иным. Камень не просто подался тяжести машины, он треснул. Нет, это не черепушка марсианина. В трещине сверкнуло что-то, чего никто не ожидал увидеть. Ярко-желтые кристаллы. Не пыль, не окислый железо, привычные для Марса, и не серые, глинистые минералы. Это была чистая, элементарная сера. На Земле ее можно встретить возле активных вулканов, у горячих источников, вблизи серных фумарол. Это трещины или отверстия в земной коре, из которых выделяются газы, часто сернистые, в вулканических районах. Или, быть может, как продукт жизнедеятельности бактерий, перерабатывающих сульфаты. Сульфаты там давно известны. Их находили и орбитальные аппараты, и сам Curiosity, и его предшественники Spirit и Opportunity. Но сульфаты – это соединение соли, которое образуется в воде при взаимодействии серы с другими элементами. Чистая сера – совсем другая история. Она требует специфических условий. А эти условия, по нынешним представлениям, в долине Гейдис-Валис просто нет. А значит, что-то упустили. Но вопрос, что именно. Анализ при помощи альфа-частичного рентгеновского спектрометра удалось подтвердить, что это действительно элементарная сера. Но самое удивительное заключается в том, что она была не уникальной редкостью в одном единственном камне. Панорамные снимки показали целые поля подобных обломков, от небольших кусочков до крупных валунов, усеянных желтыми прожилками. А значит, мы имеем дело с явлением, которое затронуло значительную территорию. Чтобы понять, почему это так важно, стоит вспомнить, как формируется сера на Земле. Один из сценариев – вулканическая активность. Газы, богатые серой, выходят из недр и, остывая, конденсируются в кристаллы. Другой вариант – гидротермальные системы, где горячая вода, насыщенная минералами, проходит через породы, осаждая серу в чистом виде. Есть и третий – биогенный путь, когда микроорганизмы в процессе метаболизма восстанавливают сульфаты до серы. Все эти процессы на Марсе известны лишь косвенно, и наличие обширных отложений элементарной серы в районе, где нет признаков вулканизма, выглядит загадкой, достойной десятилетий исследований. Вообще, Гейдис Валис само по себе местопримечательное, но не для купания. Да, миллиарды лет назад здесь стекли воды, образовавшие глубокие каналы и принесшие в кратер Гейла грузы минералов, песка и глины. Вода была ключевым скульптором марсианских ландшафтов. Она подтачивала скалы, шлифовала камни, откладывала слои, которые сегодня видит Curiosity. Когда климат начал меняться, а по нынешним данным это произошло примерно 3,5 миллиарда лет назад, атмосфера Марса утратила плотность, давление упало, а вода испарилась или замерзла. Русла высохли, но в камнях осталась память о времени, когда на Марсе были реки, озера и, возможно, моря. Сера в Гейдис-Валис открыла новый взгляд на этот пейзаж. Если она действительно образовалась здесь, значит когда-то в этом месте происходили процессы куда более сложные, чем просто осаждение сульфатов в высыхающих водоемах. Большая вероятность, что под поверхностью действовали горячие источники, возможно, для оздоровления марсиан, которые и выносили на поверхность минералы из глубин. Или здесь шли химические реакции, для которых нужна была особая комбинация давления, температуры и состава атмосферы. В любом случае, это значит, что Марс был химически активнее, чем мы думали. Находка совпала по времени с другими интересными наблюдениями Curiosity. 24 июля этого года марсоход прислал снимок небольшого камня, который команда окрестила веселым названием Папосо, в честь чилийского города, название которого на испанском может означать шутливый или болтливый. Камень размером всего около 5 сантиметров, но его форма поражает. Тонкие приплетенные веточки, словно миниатюрный коралл, застывший в красной пыли. Конечно, на Марсе, если и были когда-то коралловые рифы, то от них осталась лишь пыль. Так что это работа ветра и времени. Миллиарды лет назад богатая минералами вода проникла в трещины, осадила твердые жилы, а затем ветра, гоняя песок, медленно выточили их до ажурной красоты. Подобное образование не редкость для Марса. Например, марсоход Персеверенс находил так называемые цветки из минералов, а Curiosity за годы миссии встречал марсианские ежевики, шарики из гематита. Все это следы минеральной химии планеты, в которой вода играла ключевую роль. Но в сочетании с серными находками, это создает картину, где Марс предстает сложным разнообразным миром. Curiosity уже преодолел более 35 километров по марсианской поверхности. Для Земли это расстояние невелико, но на Марсе каждая сотня метров требует дней или даже недель. Нужно анализировать почву, сверлить образцы, фотографировать панорамы, отправлять данные на Землю через орбитальные ретрансляторы. За много лет аппарат нашел доказательства того, что в древнем кратере Гейла когда-то было озеро с пресной водой, пригодной для микробной жизни. Он обнаружил органические молекулы в осадочных породах, зафиксировал сезонные колебания концентрации метана в атмосфере, изучил десятки типов минералов и подтвердил, что климат Марса менялся не один раз. Сегодня он продолжает подниматься по склонам горы Шарп. Пятикилометрового гиганта из осадочных пород, который словно книга хранит страницы марсианской истории. Нижние слои рассказывают о влажных эпохах, верхние о переходе к сухому холодному климату. Каждый новый слой это эпоха, каждый минерал кусочек головоломки. И в этой головоломке серо-неожиданная яркая деталь, которая может перевернуть понимание целых глав. Все это работает только потому, что Curiosity еще жив. Его многоцелевой радиозотопный термоэлектрический генератор медленно теряет мощность. Плутоний-238 распадается, выделяя все меньше тепла, а значит и энергии. Но инженеры нашли способ продлить жизнь миссии. Новые алгоритмы позволяют марсоходу засыпать после работы, экономя заряд и выполнять несколько задач одновременно, сокращая время операции. Благодаря этому он еще способен работать годами, а значит продолжать удивлять. Марс часто называют планетой, которая хранит свои тайны до последнего. Он может казаться однообразным и мертвым, но стоит подойти ближе, заглянуть под слой пыли и он раскрывается, словно зачахлый геймер. Случайный поворот колеса может подарить открытия, достойные переписывания учебников. Так было с серой в Гейдис-Валис, так было с Папосо, так возможно будет и в будущем. И когда мы наконец узнаем всю историю Марса с его океанами, климатическими катастрофами, вулканами, возможно даже с его жизнью, мы вспомним эти моменты. Скрип колеса по камню, треск, желтые кристаллы в пыли. И тишину, в которой за миллионы километров от нас одинокий аппарат продолжает свою неспешную работу, ради того, чтобы мы могли понять, каким был этот мир и каким он мог бы быть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова